Добрый вечер, уважаемые телезрители. Это передача «Диалоги». Я ее ведущий Альвий Каримов. И сегодня у нас в гостях телеведущий, член Совета по междунациональным отношениям при президенте Российской Федерации Максим Леонардович Шевченко. Максим Леонардович, здравствуйте. Здравствуйте, Леонардович. Совет создан совсем недавно, вот несколько дней буквально. Вас включили в этот совет. Я думаю, что для миллионов россиян это не явилось неожиданностью. А вы как это восприняли? Я воспринял как неожиданность, когда мне позвонили из администрации президента, который естественно по поручению президента занимался формированием этого совета. И меня спросили официально, не хочу ли я войти в этот совет, то есть готов ли я принять приглашение президента. Я естественно ответил, что для меня это большая честь и с благодарностью принял, потому что мне кажется, что национальная политика сегодня в России является важнейшей областью применения человеческих сил. В частности, моих сил, потому что уже много лет я этой темой занимаюсь и вижу, как мне кажется, и сложность, и глубину, и противоречивость. Вот это и проблема. И здесь буквально начать, как говорится, и закончить. То есть надо начинать фактически с нуля многие вещи. Максим Леонардович, вы как считаете, что было бы лучше создать министерство или считаете, что лучше то, что создали совет? И вообще, как вы думаете, можно ли через министерство, какими-то директивами, указами, постановлениями решить проблему межнациональных отношений? Министерство, это было бы не решение проблемы, а на мой взгляд, только консервирование серьезной проблемы. На самом деле, то, что сейчас создается в России, имеет гораздо более широкий масштаб, чем даже создание одного министерства. Проблема в том, что предыдущие все министерства, вы как раз правильно упомянули, вроде бы как находились в составе правительства, на самом деле претендовали на политические функции, и вместо согласия порождали, скорее, конфликтную ситуацию. Сейчас принято решение создать совет при президенте. Очевидно, будет президиум этого совета, то есть какая-то более компактная группа специалистов, которые будут обладать, наверное, большими какими-то, ну, текущими полномочиями, нежели весь вот этот большой совет. Президент Российской Федерации, да. Советом руководит президент Российской Федерации, это очень важно. И у него два заместителя по линии правительства Дмитрий Казак, по линии администрации президента Вячеслав Володин. Первый заместитель, значит, главы администрации президента Российской Федерации. И обсуждался вопрос, я не знаю просто какое решение примет окончательный президент, о создании поста уполномоченного по национальной политике при президенте, вот по типу как есть господин Федотов или Элла Панхилова была по правам человека, так же по национальной политике. В свою очередь возникает проблема, что ведь все бюджетные и исполняющие министерства, которые могут давать поручения, находятся в системе правительства. И что может возникнуть ситуация, когда просто в силу, не в силу каких-то плохих человеческих качеств, а в силу просто обычной ведомственной системы отношений, министерства просто не будут исполнять поручения, которые будут формироваться в аппарате уполномоченного по национальной политике. И поэтому принято решение создать в правительстве не министерство, а, как я понимаю, некую координационную комиссию, которая должна была бы осуществлять межведомственный контроль, это было бы ее главной функцией, и согласовывать действия. Я могу сказать, что в частности это была моя позиция. В нескольких ключевых министерствах должны созданы быть департаменты по национальной политике. Потому что и вот этот координационный комитет, он должен осуществлять межведомственное взаимодействие между разными министерствами, каждый из которых должен заниматься какими-то своими вопросами. Но понятно, что и в рамках образования есть вопросы обсуждения преподавания на языках, преподавания истории, литературы какой-то национальной, то, в чем мы явно отстаем во многих регионах. В рамках министерства культуры есть возможность тоже выделения целевых каких-то проектов по развитию народов нашей страны. И в разных других тоже профильных ведомствах. Вот эта система, которая на первый взгляд кажется достаточно сложной, то есть уполномоченный совет в рамках президентской вертикали и комитет, который согласовывает деятельность разных ведомств по формируемым, на самом деле, задачам в рамках текущей проектной деятельности. Она, мне кажется, гораздо более эффективна, чем министерство, как ни странно, которое просто могло бы стать очередным пожирателем части бюджетных денег, создало бы свой какой-то аппарат министерский. И уверен, что документы, исходящие из этого министерства, ну просто саботировались бы другими ведомствами, потому что тут полномочия нужны уровня вице-премьера. Напомню, что в правительстве эту тему курирует Дмитрий Николаевич Казак, человек, которого на Кавказе хорошо знают. Уверен, что и полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Геннадьевич Хлопонин, который тоже является вице-премьером, ну тоже, естественно, влияет, как один из таких ключевых политиков в этом вопросе, на формирование национальной политики. Вот что это такое межнациональные отношения? Если учитывать, что мы живем в 21 веке, значит, произошло взаимопроникновение народов, если образно так сказать, народы не живут на каких-то ограниченных территориях, значит, и как можно вот эти как-то, допустим, издавать какие-то документы, которые выстраивали бы, допустим, отношения, вот, скажем, условно, вы, Максим Леонардович, я, Альвий Ахмадович, между нами какие отношения? Ну, между нами отношения личные, дружеские. Да, вот... Но при всем при этом, но при всем при этом, вы остаетесь чеченцем, я остаюсь русским. Я уважаю ваш этикет как чеченца, я в общении с вами постоянно учитываю, что вы не итальянец и не испанец, что вы мусульманин, то есть я не буду подавать вам, не знаю, там, докторскую колбасу на стол, понимаете, а вы учитываете, да, что я русский тоже, как говорится, там, и так далее. И, на самом деле, этот формат в отношениях людей, вменяемых, он всегда присутствует. То есть нормальный человек, на мой взгляд, не будет относиться к другому человеку, как к некой абстрактной матрице такой психической. Вот директивы, как я это спускал, вот как нам нужно между собой вот выстраивать отношения? Здесь есть очень важный нюанс. Эти директивы просто невозможны, вот выстраивание отношений между людьми. Но, когда мы говорим о нациях, мы говорим о коллективных неких субъектах, в которых и нация, это не вы, не я, а это тысячи, иногда сотни тысяч, миллионы людей. Да, это миллионы людей. И там начинают работать совсем иные просто механизмы коллективных отношений. В межнациальных отношениях люди имеют дело не лицом к лицу, вот как мы, да, человек к человеку, а с образом, с мифологией нации. Поэтому межнациональные отношения, мне, конечно, больше нравится словосочетание национальная политика. Совет по формированию национальной политики, так, наверное, более точно. Стратегия национальной политики, это более понятно. Ну, даже термин межнациональные отношения не вызывает у меня какого-то раздражения. Потому что я прекрасно понимаю, что речь идет о, еще раз, отношениях в информационном пространстве между, как бы, искусственными виртуальными сущностями, которые существуют в реальном времени, вот как чеченский народ или русский народ, но в информационном, в газетных плоскостях, или там, на площадях газет, или в интернете, или на телевидении, или вообще в сознании людей, они функционируют как некий, не знаю, вот, не как личность, там, Алве и Максим, да, а как некий русский и чеченцы. Это же совсем другая история. Здесь, конечно, вот эти отношения в этом пространстве, они формируются через историческую мифологию. Но, условно говоря, мы можем говорить, что между русскими чеченцами всегда были волшебные, просто радужные отношения, такие розовые, и все было хорошо, никакие тучи никогда не омрачали эти отношения. А вы как считаете, нужно так говорить, или нужно говорить, как было? Я считаю, что надо говорить, как было, потому что я считаю, что не построишь иначе отношения, нормальные, человеческие, дружеские, не проговорив до конца те боли, те обиды, взаимные, может быть, которые существуют в памяти, в сознании. Но не заострять на этом внимание, да? Ну, мне кажется, в среде ученых, людей подготовленных, можно и заострять. То есть, это как врачи, вот как бы, если болит нога, я понимаю, что это не просто царапина, а требуется хирургическое вмешательство. Я же не позову вас, вот уважаемого журналиста, да, что вы мне делали операцию, там извлекали. Я позову специалиста, который прошел подготовку, который является врачом, который за это отвечает. История, это точно такая же вещь. Если это какой-то простой вопрос, вот мы стали свидетелями ситуации, даже сейчас, вот, как ситуация со студентами в Академии Маймониды, да, то, что в Москве, вот и в Европейской, только что было несколько дней назад, а уже у нас есть разные версии, разные картины. А если речь идет о событиях 40-летней, 50-летней давности, 100-летней давности, еще дальше, если сгорели архивы в войнах, уничтожены, мне кажется, что в истории необходимо, вот, и историки должны быть как врачи, специалисты. Я считаю, что в последнее время расплодилось очень много вульгарных исторических концепций, которые вбрасываются в общественное сознание. От радикально светлого, знаете, там, история народов России всегда была безоблачна, и Россия всегда была примером межнациональной, межрелигиозной дружбы. До совершенно противоположного. Россия всегда была пространством войны, ненависти, дикой тирании, завоеваний и всех унижений. И то, и то ложь, как мы прекрасно знаем. Даже история отношений выдающихся людей России с Кавказом, ну, вот смотрите, Лермонтов, он пришел всегда офицером, он участвовал в боевых действиях, он наверняка совершал то, что мы называем военные преступления, он участвовал в зачистках аулов и так далее, но вместе с тем его душа прониклась любовью к Кавказу. Лермонтовым он стал на Кавказе. Лермонтовым он стал на Кавказе, не в Петербурге, а именно здесь. Он написал «Валерик», он написал «Кавказский пленник», он написал, в конце концов, «Пцири», он написал «Демона того же, где Кавказ», да, все это фигурирует. Он здесь, он проникся душой, то есть это очень сложный процесс, которым надо очень деликатно и осторожно действовать, но, на мой взгляд, предельно честно. Это первый момент. Второй момент, это в межнациональных отношениях есть такая тенденция, которая, на мой взгляд, достаточно опасна. Есть народы, которым как бы можно, есть народы, которым нельзя с точки зрения права. Вот, условно говоря, если кто-то совершил какое-то преступление, и он принадлежит, допустим, к народу численностью там 600 тысяч, то типа ему простим преступление. А если это народ численностью 60 миллионов, то, значит, надо его судить по всей строгости закона. Вот, мне кажется, это разрушительная вещь для России. Я считаю, что... И наоборот тоже, да? Наоборот, то же самое бывает. Потому что вступаются, да, вот наоборот, мы видим, как в информационной среде господствует, допустим, кавказофобия, да, и что бы не совершил кавказец, сразу все обрушиваются, совсем кавказцы все заполонили. Такие же преступления, или даже более страшные фоном, просто проходят петитом в газетных, не знаю, каких-то подвалах, если это делает не кавказец. Но тут надо понять, что это не всегда злой умысел тоже. А это как раз именно отсутствие понимания в обществе того, что фундаментальной основой межнационального мира, межнациональных отношений, ей является прежде всего абсолютное право, постулирование права уголовного, гражданского, административного, в каждой точке Российской Федерации, которая находится по суверенитетам Российской Федерации, одинаково для всех. И русский, и чеченец, и мусульманин, и христианин должен понимать, что перед судом, перед законом, где бы ни было этот суд, в Уорус-Мартане он будет, или в центре Москвы, он будет абсолютно одинаково судим. Тогда, мне кажется, если будет вот эта рамка закона постулирована, рамка права, если будут устранены коррупция, семейственность, криминалитет, в судебных решениях, имею в виду, какие-то семейные, родственные тоже отношения, что, я скажу, ты знаешь, я русский, поэтому вот типа должен судить в мою пользу, если ты вот не в мою пользу, типа предал русский народ, или там, слушай, я с твоего, как ты мог дать ему приговор там за преступление, он с твоего села или с твоего района, да? Мы знаем такие вещи, бывают такие вещи. Мне кажется, что вот это вот главная фундаментальная основа. Потом история, потом мы работаем с образами в средствах массовой информации, очень важно, то есть работа непочатый край, никакое министерство с этим не справится. Та система, которую сейчас создает президент, мне кажется, ей по силам будет формирование этого эффективного механизма.